Всем привет! С вами Мисс Райт и это выпуск Дорамных новостей. Поехали! Новая фэнтези-дорама MBC поделилась кадрами с Ким Джон Хёном. Время Кокду – это романтическая фэнтези-дорама, которая расскажет историю жнеца по имени Кокду. Он спускается в мир людей, чтобы наказать смертных каждые 99 лет. Посетив Землю в очередной раз, Кокду встречает Хан Гэ Чорь – доктора с мистическими способностями. Ким Джон Хён выступит в роли Кокду – жнеца, который во время своего нового путешествия на Землю вселяется в Доджину – хирурга в госпитале Пилсон. Кокду – жнец-одиночка. Он провожает людей в другой мир и ненавидит их жалкую натуру. Однако сам Кокду был человеком, но забыл свою суть. Он навлек на себя гнев бога и был превращен в жнеца. Новые кадры демонстрируют ярость во взгляде Кокду, который вынужден разбираться с людьми, которых презирает. На другом фото Кокду одет в наряд воина и излучает ауру высокопоставленного генерала. Зрители гадают, кем был Кокду до своего превращения в жнеца и за что бог наказал его. Кокду вселяется в Доджину самого молодого исполнительного директора в госпитале Пилсон. Доджину – опытный врач, однако его жизнь изменилась после неожиданного несчастного случая. Теперь мужчина прячет раны прошлого за маской спокойствия. Премьера Дорама «Время Кокду» состоится 27 января в 21.50 по корейскому времени. Тайский актер Брайт завершил обучение в Бангкокском университете. Актер стал популярным благодаря участию в тайской версии Дорама «Цветочки после ягодок». Армия поклонников Брайта выросла со 100 тысяч до 17 миллионов подписчиков в социальных сетях. Дорама также стала популярной не только в Таиланде, но и в других странах мира. Сообщается, что поклонники с размахом отпраздновали выпуск «Умира» и арендовали футбольный стадион. Две тысячи фанатов радовались тому, что Брайт получил диплом о высшем образовании. Известно, что ранее 24-летний актер поступил на бюджетное отделение на инженерный факультет университета Хосей, но из-за актерской деятельности не смог продолжать учебу. Он перевелся на второй курс Бангкокского университета на факультет маркетинга. Возвращаясь к теме фанатов, известно, что поклонники, которые праздновали выпуск Брайта на футбольном поле, заказали более 26 видов различных блюд, а также подарили актеру подарки от фанатов со всего мира на большую сумму. Поздравить актера приехали также его коллеги по лейблу Вин, Дью и Нани, с которыми он вместе сыграл дырами «Цветочки после ягодок». Новые кадры с грядущего фильма «Переговоры» с Хён Бином привлекли внимание публики к новому грубому образу актера. Фильм повествует о корейском дипломате, отправленном в Афганистан, после того, как группа корейских туристов оказывается в заложниках у Талибана. Хён Бин играет роль Пак Де Шика, агента НИС, который специализируется на Ближнем Востоке и Центральной Азии. Актер, известный впечатляющими трансформациями при исполнении широкого спектра ролей, теперь покажет свою харизму, играя агента. Пак Де Шик – это персонаж, который преодолевает свою прошлую травму, чтобы успешно исполнить план спасения через переговоры. Ожидается, что Хён Бин передаст характер Пак Де Шика через более детальное проявление эмоций, что покажет рост персонажей во время столкновений с рискованными ситуациями. В частности, кадры с Хён Бином привлекли много внимания, потому что актер отошел от своего аккуратного, чисто выбритого образа и предстал перед зрителями с бородой и более грубым внешним видом, чего он никогда раньше не делал. Фильм «Переговоры» вышел на большие экраны Кореи 18 декабря. 16 декабря вышел новый трейлер дорамы «Мой сигнальный огонь». Главные роли исполняют актеры Ян Ян и Ван Чужань. В основе сюжета – история о пожарном и враче, которые случайно встречаются в экстремальной ситуации. Когда-то они любили друг друга, но вынуждены были расстаться из-за разногласий их семей. Встретившись вновь, работая бок о бок, пройдя множество испытаний, они делают все возможное, чтобы не упустить свой шанс снова быть вместе. Чхвимин Шик не скрывает сволнованности перед возвращением на экраны телевизоров в дораме «Большая ставка» спустя 25 лет. До этого он появлялся в дораме в последний раз в 1997-1998 годах. На пресс-конференции перед выходом «Большой ставки» Чхвимин Шик поделился. «Я решил поучаствовать в «Большой ставке», потому что скучаю по дорамам». Актер пояснил, что хотел поработать с проектом, рассказывающим долгую историю. Он добавил, «Дорамы не ограничены двумя-тремя часами экранного времени. Я был рад иметь достаточно времени, чтобы рассказать историю моего персонажа Чхаму Шика». Дорама «Большая ставка» расскажет историю Чхаму Шика, короля казино на Филиппинах, который создал свою империю, не имея ни удачи, ни связи, ни других привилегий. События втягивают Чхаму Шика в дело об убийстве, и на кону оказывается его жизнь. 60-летний актер рассказал о том, как ему удалось сыграть Чхаму Шика в возрасте 30 и 40 лет. Чхвимин Шик поделился. «Современные технологии позволили мне выглядеть моложе. Играть человека в 30-40-летнем возрасте не было трудно. Но я благодарен актеру Ли Кю Хену, который сыграл молодого Чхаму Шика». Актер отметил, что Ли Кю Хен смог уловить мельчайшие детали персонажа, и возрастной переход прошел легко. Режиссер «Большой ставки» Кан Юн Сон уверен, что сериал привлечет и корейских, и зарубежных зрителей. Он отметил, чтобы передать реальность истории, мы долгое время провели на Филиппинах. Многие сцены покажутся знакомыми зарубежным фанатам, а для корейских зрителей «Большая ставка» станет чем-то более экзотичным. Премьера «Дорамы» состоялась 21 декабря. Сериал будет выходить по средам. Режиссер отметил, что после первых 8 эпизодов мы возьмем перерыв на 2-3 недели. Затем «Большая ставка» вернется со второй частью. 16 декабря был опубликован новый трейлер «Дорамы», «Отправляясь туда, где дуют ветра». Главные роли исполнили Ли Сянь и Лю И Фэй. В основе сюжета история о девушке Сюи Хун Доу, которая после смерти подруги отправляется в деревню, чтобы отвлечься от тяжелых мыслей. Она встречает Се Джияо. Он бросил высокооплачиваемую работу в городе и вернулся на родину, чтобы открыть свой гостиничный бизнес. Герои начинают вместе работать над проектом и постепенно проникаются чувствами друг к другу. Трейлер демонстрирует живописные кадры природы. Атмосфера ролика умиротворенная и вдохновляющая. Пользователи сети, посмотрев видео, написали в комментариях, что с нетерпением ждут премьеры. Известно, что сериал получил лицензию на трансляцию. Премьера состоится в 2023 году. 17 декабря студия Диона Вана опубликовала серию снимков из новой фотосессии. Съемки проходили на природе во время сумерек. Актер предстал в таинственном и мрачном образе. Актер Гун Дзюнь опубликовал серию снимков, сделанных в провинции Юньнань. Это место славится прекрасными видами на горы. Актер написал, что хотя бы раз стоит увидеть рассвет над снежными горами Мэйли. Больше всего выделяется пик Кавагебо, высота которого составляет 6740 метров над уровнем моря. Пик Кавагебо считается одной из четырех священных гор в буддизме. Снежные горы Мэйли также признаны самыми красивыми в мире. Увидеть рассвет над горами Мэйли считается хорошей приметой. Наиболее благоприятное время для посещения этой местности длится с ноября по март. В остальные месяцы наступает сезон дождей. Из-за тумана и плотных облаков снежные пики скрыты от наблюдателей. Фото Гун Дзюня наполнены прекрасной, умиротворенной атмосферой, а виды на горы потрясающие. Романтический трейлер режиссера Пак Чанука «Решение уйти» номинирован на американскую премию в Critics' Choice Awards в категории «Лучший иностранный фильм». 14 декабря Critics' Choice Association объявили шесть номинантов в категории «Лучший иностранный фильм», в числе которых оказался корейский фильм «Решение уйти» с Пак Хэйлием и Тан Уэй в главных ролях. Ранее фильм номинировали на «Золотой глобус», а Пак Чанук получил награду за лучшую режиссуру на Каннском кинофестивале. Церемония награждения Critics' Choice Awards состоится 15 января в Лос-Анджелесе. Семь золушек – это семь близких подруг актрис, с которым уже за 40. Они давно дружат и прошли через взлеты и падения в индустрии развлечений, оставаясь при этом лучшими подругами. Своё прозвище «семь золушек» они получили после того, как признали, что предпочитают проводить время вместе дома и никогда не тусуются после полуночи. В этом году сразу две золушки вышли замуж, поэтому они снова привлекли к себе внимание. Она не нуждается в представлении. 40-летняя любимица Хай Лю Сон Йе Джин обрела большую популярность, сыграв роль очаровательной Юн Сэ Ри в дарами «Аварийная посадка любви». Она имеет титул первой любви нации и за свою 20-летнюю карьеру получила несколько наград за актерское мастерство. Корейские рамкомы уже не те без Гон Хё Джин, поскольку её называют королевой этого жанра. Ну а помимо отмеченных наградами ролей в «Когда цветёт камелия» и продюсеры, актриса проявила себя и в других видах деятельности, например, написала книгу. Она иногда поёт, а также проявляет себя как модельер. Один из её проектов – сотрудничество со знаменитым брендом очков «Джентл Монстр». Ли Джон Хён, сыгравшая главную роль в сиквеле «Поезда в Пусан. Полуостров», также известна как южнокорейская королева техно, являясь пионером этого жанра в стране. Ли Джон Хён также была послом ЮНЕСКО и корейско-китайской конференции в сфере культуры. Начав свою карьеру в качестве театральной актрисы, Ли Мин Джон пробилась в телевидении и кино, сыграв одну из своих прорывных ролей – Хаджи Гён в классической дораме «Цветочки после ягодок». Затем последовали роли в самых разных дорамах, включая «Агентство Сирана», «Большой» и так далее. Актриса также является иконой стиля. В начале 2000-х, за несколько лет до того, как она начала свою карьеру, на большом и маленьком экране, О ЮНА была моделью на гонках. Затем, недолго проработав репортером, О ЮНА стала полностью посвящать себя актерской деятельности, снявшись в таких дорамах, как «Разгневанная мама», «Мудрая жизнь в больнице» и «После первого брака». Сон ЮНА старше всех золушек, ей 49 лет. Она начала свою карьеру еще в середине 90-х. Она появлялась в таких дорамах, как «Таинственный сад», «Тайная мать» и «Элегантные друзья», «Витрина дом королевы» и многих других. Актриса имеет впечатляющее число номинаций за разные награды. Благодаря недавней роли безжалостной злодейки в дораме «Нетфликс» «Маленькие женщины» имя Ом Джи Вон запомнили. Помимо этого запоминающегося появления, актрису хвалили за несколько ролей в фильмах «Желание», «Гангстер-шаман» и «Всчезнувшая женщина». Кроме того, она еще и ютубер. Актеры и съемочная группа «Винченцо» воссоединились спустя больше года на вечеринке по случаю окончания дорамы. Хотя дорама вышла в эфир в прошлом году, из-за пандемии заключительная вечеринка для сотрудников и актеров была отложена. 14 декабря актеры и съемочная группа «Дорама Винченцо» устроили заключительную вечеринку в сиульском ресторане. В сообщениях говорится, что вечеринка была устроена через полтора года после завершения сериала. Долгожданное воссоединение вызвало огромный резонанс в сети. В дораме Сон Джун Ки играет консильера итальянской мафии по имени Винченцо, а Чон Йо Бин играет безжалостного адвоката Хон Чай Йон, который позже объединяется с адвокатом итальянской мафии. Средний рейтинг дорамы составил 14,6%. И поскольку сериал получил большую любовь зрителей, их недавнее воссоединение также привлекло большое внимание. Фотографии и видео с вечеринки появились на фан-аккаунтах Сон Джун Ки и в других онлайн-сообществах. Дилан Ван опубликовал на своей странице в Вейбе пост о том, что присоединился к благотворительному проекту Health Smile по поддержке семей, в которых воспитывают детей с аутизмом. В частности, актер принял участие в акции по продаже футболок с рисунками детей с аутизмом. Все средства от продаж будут направлены семьям таких детей. Церемония 2022 NBC Drama Awards объявила номинантов на награду «Лучшая пара». В этом году NBC представили зрителю множество милых экранных пар, которые украли сердца поклонников своей химии. На награду «Лучшая пара» были номинированы шесть пар. Номинантами стали Пак Чжу Хён и Ким Ён Дэ из дарамы «Запретный брак», Хири и Ли Чжун Ён в дараме «Дворецкий за стул гон», Юг Сан Чжэ и Чон Че Ён из дарамы «Золотая ложка», Ли Чжун Сок и Юна из дарамы «Болтун», Су Ён и Юн Пак в дараме «Отправь мне фанатское письмо» и Пак Хэ Джин и Джин Ке Джу в дараме «Шоу начинается сейчас». 2022 MBC Drama Awards пройдет 30 декабря в 20.30 по корейскому времени. На официальном сайте MBC проходит голосование за лучшую пару. Ведущими церемонии станут Су Ён и Ким Сон Чжу. 19 декабря официальные инсайдеры сообщили, что главный прокурор Центрального округа Сеула Чхве У Ён без задержания предъявил Ким Сы Рон обвинение в нарушении закона о дорожном движении за вождением в нетрезвом виде. Это означает официальное объявление обвинений против актрисы, вследствие чего ей придется предстать перед судом. Пассажир, находящийся вместе с ней во время аварии, также предстанет перед судом по обвинению в пособничестве и подстрекательстве к вождению в нетрезвом виде. Ранее, 18 мая, актриса была арестована за вождением в нетрезвом виде после того, как врезалась в ограждение обочину дороги и трансформатор на улице Канам. 28 июня дело Ким Сы Рон было передано в прокуратуру. Недавно на форуме онлайн-сообщества один пользователь сети поделился фотографиями бывшего актера шоу «Ненормальный саммит» GTBC из Мехико Кристиана Бургаса, одетого в традиционный корейский наряд ханбок. На фото Кристиан Бургас демонстрирует свой голый торс и пресс, держа в руках меч. Пользователи сети были впечатлены фотографиями Кристиана. Нам Джухёк завершил съемки в новом сериале Disney Plus «Линчеватель». Это последний проект актера перед зачислением на армейскую службу. Дата зачисления Нам Джухёка в армию еще неизвестна, ведь повестка актеру еще не пришла. Один из работников индустрии рассказал, «Насколько мне известно, Нам Джухёк зачислится в армию в течение двух-трех недель после того, как пройдет повестка, однако она еще не выдана. Поэтому, несмотря на то, что изначально он планировал уйти в армию в декабре, вряд ли он успеет сделать это». Премьера Дорама «Линчеватель» состоится в 2023 году. В сети появились слухи, что капитан корейской национальной команды по футболу и звезда Tottenham Hotspars Song Heng Min встречается с актрисой Ким Го Ин. Слух о том, что футболисты и актрисы встречаются, распространился в социальных сетях. Согласно сообщению, он начался из-за того, что Ким Го Ин подписана на секретный аккаунт Song Heng Min. Некоторые Нитизены предположили, что молодые люди загрузили на секретный аккаунт и парные фото. Один из пользователей сети отметил, что аккаунт Song Heng Min часто лайкает фото Ким Го Ин. Нитизен отметил, «Из фото на аккаунте фотографа Хон Джан Хёка Хон Джан Хён, извиняюсь, Song Heng Min лайкает только фото с Ким Го Ин. Если бы он лайкнул только одно фото, это ничего не значило бы, но он вообще редко что-то лайкает и лайкнул только ее фотографии». Агентство Ким Го Ин ответило на слухи и назвало их ложными. Мон Гайон опубликовала калаш из фото в социальной сети, позволив фанатам взглянуть на химию между ней и ее коллегой по новой дараме GTBC «Понимание любви» Ю Юн Соком. На фото рука актера отбивает Мон Гайон, молодые люди смеются, создавая теплую и милую атмосферу. Премьера дарамы «Понимание любви» состоялась 21 декабря, 22.30 по корейскому времени. 20 декабря Netflix провел пресс-конференцию в GV Marriott Dongdae Moon Square, Сеул, посвященной предстоящей дарами «Слава». На мероприятии присутствовали актеры Сон Хе Гео, Ли До Хеон, Лим Джи Йон, Пак Сон Хун, Йом Хэ Ран и Чон Сон Иль, а также режиссер Ан Гиль Хо и сценаристка Ким Ин Сук. На пресс-конференции режиссер Ан Гиль Хо сообщил, что «Слава» будет выпущена в двух частях. Первая часть выйдет 30 декабря, а вторая часть выйдет в марте. Дарами «Слава» Сон Хе Гео вернется на маленький экран после сериала «Теперь мы расстаемся». Это также будет первый оригинальный сериал Netflix Сон Хе Гео в главной роли. «Слава» расскажет историю женщины, на которую сильно повлияло насилие, которое она пережила в детстве. Она будет отчаянно готовиться к мести и даже рискнет ради этого своей жизнью. Предстоящий сериал – это результат сотрудничества режиссера Ан Гиль Хо, который снимал «Таинственный лес» и «Принц из чердака» и сценаристки Ким Ин Сук, которая работала над «Мистер Солнечный Свет», «Говлин», «Потомки Солнца», «Наследники», «Таинственный сад», «Влюбленный в Париже» и так далее. Сон Хе Гео сыграет Мун Дон Ин. Когда она еще училась в старшей школе, она стала жертвой школьного насилия и в конце концов ей пришлось бросить учебу и отказаться от своей мечты стать архитектором. Спустя годы она стала классным руководителем ребенка-преступника и начала мстить и ему, и тем, кто наблюдал, как над ней издевались. Официальная премьера «Славы» состоится, как я уже сказала, 30 декабря, но доступна она будет исключительно на Netflix. Всего в первой части сериала будет 8 серий продолжительностью 1 час каждая. Квак Шиньян отказался от роли в новой дораме «Ки Би Эс, наконец-то, стоящая сделка» из-за несостыковок в расписании. Дорама расскажет историю о матери-одиночке Йон Ду и мужчине по имени Тэкион, который не хочет жениться. Актер должен был сыграть роль неженатого мужчины, Тэкиона. Однако, 19 декабря у Квак Шиньяна начались съемки в фильме «Отчаянная вагоня», из-за чего и возникли несостыковки в расписании. 2. Футболист Чо Гюн Сон, забивший два гола на Чемпионате мира по футболу в Катаре, украсил обложку январского выпуска журнала «Вок Корея». Для фото Чо Гюн Сон позировал без футболки, выставив подтянутый пресс на показ. Простая цепочка на щей придала изюминку его образу. Кроме того, мускулистые руки футболиста стали козырем альтернативной обложки. Спасибо, «Вок Корея». 2. Сотрудничество умов Новая дорама KBS 2 TV «Сотрудничество умов» опубликовала постеры четырех главных героев. Комедия «Сотрудничество умов» расскажет о двух мужчинах, которые не могут терпеть друг друга, но вынуждены работать вместе над криминальным делом о редком заболевании мозга. Чон Йон Хуайн из «Сейн Блю» сыграет нейробиолога с острым умом Шэн Хару. Он красив и обаятелен, надпись на постере Шэн Хару называет его гением, который ничего не боится. Ча Тэ Хён выступит в роли слишком доброго, но не самого умного детектива Гэм Мён Сэ. Он больше озабочен проблемами других людей, чем своими собственными, и постер описывает его как альтруиста. Квак Сон Йон сыграет Соль Со Джон, гипнотизера с нервным мозгом. Соль Со Джон переживает по любому поводу и обращает много внимания на других людей. Она плохо справляется с кризисами и тяжелыми ситуациями. Е Джи Вон сыграет страстную бывшую жену Гэм Мён Сэ, которая обладает сексуальным мозгом. Женщина не стесняется своей сексуальной энергии, и части ее мозга, связанные с эмоциями, очень активны. Премьера дорамы «Сотрудничество умов» состоится 2 января в 21.50 по корейскому времени. Актер Пак Багом решил не продлевать контракт с агентством Blossom Entertainment. Эксклюзивный контракт Пак Багома истекает в этом месяце, и согласно сообщениям, актеры агентства уже пришли к соглашению. Спустя почти 10 лет сотрудничества они решили пойти разными путями. Генеральный директор Blossom заявил «Это правда, что его контракт подходит к концу. Мы благодарны Пак Багому за то, что он проработал с нами очень долгое время. Мы всегда будем поддерживать его». 21 декабря Hype Labels Japan объявили о запуске своего нового саб-лейбла Naeko. Глобальный развлекательный лейб будет поддерживать талантливых артистов в Японии и стремиться вывести их на мировую арену. Первой к лейблу присоединилась айдол и актриса Юрина Хирате. Ранее она была известна как участница группы Keiakizaka 4-6, а недавно снялась в сериале Rapongi Class в японском ремейке корейской драмы Itewon Class. Кроме того, в начале 2023 года Юрина Хирате присоединится к платформе для общения с поклонниками Revers. Премьера исторической драмы «Запретная любовь» состоится 29 декабря. Главные роли исполнили Дилан Ван, Чэнь Юй Ци, Питер Хо и другие. В основе сюжета предстоящей драмы история младшей дочери семьи Бу, Бу Ин Лу, которая входит в императорский дворец вместо старшей сестры. Когда евнук Сяо До помог наследному принцу взойти на трон, главная героиня, которая должна была быть похоронена вместе с почившим императором, была спасена. По приказу нового императора Сяо До спасает Ин Лу и отправляет в гарем. Но что делать, если Ин Лу уже успела полюбить Сяо До, личность которого на самом деле является загадкой? Это не касается новостей драмы кино, но раз уж я начала рассказывать иногда о том, что происходит в Корее, даже если это не касается нашей тематики, то почему бы и не рассказать. Корейская больница Святой Марии сталкивается с серьезной негативной реакцией из-за предполагаемой практики найма сотрудников. Ее обвиняют в найме медсестер на основе внешности. В больнице отреагировали на обвинения. Корейская больница Святой Марии в городе Пучхонг к западу от Сеула подвергается серьезной критике после того, как были разоблачены ее предполагаемые методы найма. Согласно сообщению GTBC News, летом 2020 года больница провела собеседование с почти 2000 медсестер на предмет соискания должности. Судя по резюме соискательниц, около трети из них прошли очное собеседование. Однако в записях сотрудников, проводивших интервью, были сделаны такие пометки. Непривлекательное, лицо выглядит мрачно, выглядит суровое, тучное, хилое. Также все кандидатки, чья внешность была оценена отрицательной характеристикой, не прошли собеседование, в то время как одна кандидатка, которой дали такие положительные характеристики, как застенчивая и много улыбается, прошла. Представитель Корейского профсоюза работников здравоохранения и медицинских работников Бак Мин Сук была шокирована этим фактом. Она сказала, что это шокирует, потому что внешний вид не может быть мерилом при приеме на работу, особенно для больницы, которая несет ответственность за жизни пациентов. Корейский союз работников здравоохранения и медицинских работников заявил, что они будут призывать к специальной проверке практики найма в больнице в пяти ее отделениях. Пользователи сети также раскритиковали больницу. Многие посчитали нелепым, что больницы нанимают медсестер на основе их внешности. Когда в больницу обратились за комментариями, они сообщили, что им известно о проблемах, связанных с оценкой соискателей, и что они немедленно приняли меры по исправлению положения. В больнице также утверждали, что внешний вид не был единственным фактором при приеме на работу и что они также взвесили другие критерии. Новое развлекательное шоу опубликовало тизеры с Хачу Ну, Чжу Чжи Хуном, Йо Чжун Гу и Мин Хо из Шайни. Ранее в этом году было объявлено, что создадут новое шоу о дорожных путешествиях Tickering with Two Feet. Участниками шоу станут Хачу Ну, Чжу Чжи Хун, Йо Чжун Гу и Мин Хо. Они постараются узнать больше о молодежи, проведшей последние несколько лет дома из-за пандемии. Команда отправится в Новую Зеландию, будет выполнять миссии и зарабатывать билеты, которые они смогут подарить молодым людям и осуществить их мечту о путешествии. 22 декабря канал поделился постерами с командой. На первом постере четверка позирует в солнечных очках на захватывающем дух фоне. Их путешествие кажется ярким и захватывающим. Надпись гласит «Мы не те люди, которых вы знали прежде». Премьера шоу состоится в январе 2023 года. 22 декабря стало известно, что актер Ан Джи Хён исполнит главную мужскую роль в многосерильной дараме выходного дня «Появился тот самый». Ранее на эту роль заявлялся Квак Ши Ян, однако он отказался от участия в проекте из-за противоречия в рабочем графике. Главную женскую роль исполнит актриса Пэк Джин Хи. Она сыграет О-Йо Ду, незамужнюю беременную женщину, которая однажды встречает Гон Тегёна, первоклассного врача-акушера-гинеколога. Несмотря на то, что он навсегда решил остаться одиноким, герой по какой-то причине вступает в брак по контракту. Казалось бы, деловое предложение приводит пару к настоящим чувствам. Ан Джи Хён появится на экране впервые за три года после дорамы «Люди с недостатками» в 2019 году. Фильм «Решение уйти» также попал в шорт-лист 95-й церемонии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». 21 декабря по местному времени Академия кинематографических искусств и наук опубликовала шорт-листы премии «Оскара» в 10 различных категориях. В шорт-лист «Лучший фильм на иностранном языке» попали 15 фильмов. И «Решение уйти» оказалось среди кандидатов на номинацию. Он поборется с бельгийским фильмом «Близко», «На западном фронте без перемен», «Из Германии», «Шведским заговор в Каире» и другими. Из каждого шорт-листа будут выбраны 5 номинантов, которых огласят 24 января. 95-я церемония «Оскара» пройдет 12 марта 2023 года в «Долбе Сьетта» в Голливуде. На этом пока что все. Ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на канал и жмите колокольчик. С вами была Мисс Райт. Аньон!